Волн же дьявол, он говорит, я один, я всегда один, я вот это под угол, это составляющая дьявола, одиночество, и люди одиночества, они, как правило, безбожны, то есть у них нету надежды, они внутренне одинокие, при том, что внешне они могут быть очень социальными, любить шумные компании, пьянки, но это только увеличивает силу одиночества. Как раз рассуждаем сейчас о церкви и вообще о видении церкви, и пример очень хороший, Андрей, еще раз скажи пару слов, как в Белоруссии пример церкви. Вот есть хороший пример церкви «След истины», там пастор Дмитрий Лазульов, он особое внимание уделяет общению, духу общения, то есть чтобы в церковь люди не просто заходили были прихожанами, захожанами, ухожанами, чтобы они задерживались, оставались, и после служения обязательно кофе-брейки, пиццу заказывали, после сидят-едят вместе пиццу, пьют соки, потом какие-то паузы попели, киноклубы совместные, просмотры хороших умных фильмов тоже оканчиваются молитвой, трапезой, и службы всегда оканчиваются, повернулись налево, направо, обняли братьев, сестер, пожали руки, давайте останемся, обсудим, покушаем, выносят столы, вот церковь освобождает огромное пространство, ставят столы. Кроме того, что есть еще уютные чердаки наверху тоже, но они меняют локацию, чтобы было разнообразие. Например, постоянно курсы для женщин собираются, женщины, опытные проповедницы, приглашают людей, допустим, семейная консультация, ей тоже просто говорят на нейтральные темы, тоже кушают и своим примером просто проповедуют, не загружая людей цитатами, просто проповедуя через любовь, проповедуя через обычное человеческое общение, вот это вот самое лучшее, примером, то есть давая людям модель поведенческую, альтернативную миру эксплуатации, наживы, потребления. Да, потому что мир тут предлагает. Да, и вот я вот слышал с удовольствием семинары на тему, например, семья, конфликты, конфликтологии, основы конфликтов, то есть все на основе Библии, но при этом нету загруза, нету вот этого вот какого-то придавливания цитатами, все очень живо и динамично. Да, получается, надо познакомиться с ними тоже обязательно. Классно. Ходили в новую церковь 180, название мне понравилось, название патриархное 180, я даже не сразу понял потом, это разворот, это поворот, это метаноя, это покаяние. То есть молодая церковь, за год их там, ну, в членах около сотни, а так ходят 50-70 человек стабильно. И все новые люди, это не дети верующих родителей, это люди, пришедшие с улицы, при том, что они свойственны для баптистской церкви, а не баптисты. Там очень много женщин читают Слово Божие, евангелизируют по долгу, что удивительно для баптистов. Ну да, для наших баптистов. Слава Богу. Ну вот так вот. Такие хорошие примеры, да. И вот по поводу, Андрей, по поводу служения, то, что ты говорил мне, чтобы примерно полтора часа служения, и блок прославления, пения. Вот как ты понимаешь? С Отцом Сергием мы обсуждали только что тему упорядочения как-то религиозного, служебного общения в собрании. То есть как вот все-таки мы церковь реформаторская православная, поэтому связь определенная, преемственность от литургии Иоанна Златоуста, Басилии Великого, сохраняются. Поэтому просто убираются лишние какие-то повторы, повторные молитвы, потому что Бог не глухой, он слышит из первого раза. И вот выделяется главная суть, да. Это где-то минут 25 люди совместно поют хоры, вместе со священниками не стоят истуканами, статистами, а поют, подпевают. Что хорошо у греко-католиков, это уже есть, там все участки литургии, и тут вот в ряде катакомбных церквей православных тоже это есть хорошо. Но мы предлагаем более компактный вариант, там 25 минут, потом читается Слово Божие, потом все обсуждают, потом свидетельство, потом какие-то музыкальные инструменты простые, христианские песни объединяющие, потом агаты. И вот не более, что все вместе, это не более полутора часов такого динамичного, интересного служения, в котором ни в центре внимания ни батюшка, ни он, как бы корень всего, а Христос, Его Слово и свидетельство, которое есть в сердцах каждого человека. Аминь, аминь. А потом может быть общение как раз, да? А это тоже часть, это все после полутора часов, это как продолжение, то есть продолжение, там люди могут уходить, переходить, но вот потом продолжение, агапа это уже как раз... Главное перетекающее. Главное перетекающее, да. Да. И очень важно, чтобы когда родственные связи, дружественные связи, что периодически на природу, молитвенные такие завтраки, молитвенные выезды, там прогулки на лошадях, где-то снять какое-то... есть очень дешевые кемпинги тут, которые люди скидываются, живут там за сутки, за двое можно хорошо отдохнуть, и там все включено, обеды, просто огромный выбор сейчас, что в Киеве, что в Минске, самые разные цены, можно подумать и все. Притом можно разные места собираться, даже в палатках просто собираются, есть специально подготовленный кемпинг, это еще дешевле. Ставишь палатку, но тут же там вода есть, душевые, такие площадки тоже. Вроде как дикарями, но и... С элементом цивилизации. Хорошо, да, слава Богу. Вот такое у нас общение сегодня. Так что привет там, благосостояние. Слава Богу!